Приветствую вас, друзья! Я решил в такую прекрасную погоду выбраться и записать для вас ответы на ваши вопросы. Очень много вопросов поступает как в группу ВКонтакте, так и в комментарии под видео. Так что, если вы не против, с вашего позволения я на них отвечу. Александр, если можно, у меня два вопроса. Первый. Занимаюсь фокусами около двух лет. Насколько позволяет время? А именно карточными. И у меня самая большая проблема – это дрожание рук при показе. И неважно, за комы это люди или нет. Хотя я уверен, что знаю фокус хорошо, но стоит только начать показывать и начинается. Как с этим бороться или это пройдет только с опытом? Здесь самое главное понять, какая природа у этого дрожания. Если это что-то неврологическое и они у вас трясутся, даже если вы стопроцентно уверены в том фокусе, который вы показываете. Такое, например, есть у фокусника по имени Джереми Гриффит. Он несколько продуктов делал для компании Illusionist на Magic Stream. Там можете посмотреть. По-моему, называется Instagram Session with Jeremy Griffith. Там вы сможете увидеть, он рассказывает о том, что у него руки постоянно трясутся. Но стоит ему сесть за стол и делать все его трюки и фокусы на столе – это дрожь проходит. Если у вас что-то такое с руками, то есть вы уверены в том, что вы показываете, но у него все равно трясутся, здесь нужно обратиться уже, наверное, к врачу или кому-то специалисту, и он вам подскажет, что нужно делать. Если же дрожание ваших рук происходит из-за того, что вы волнуетесь, то здесь, конечно, все пройдет исключительно с опытом. Хорошенько отрепетируйте все эти фокусы, которые вы делаете, и как можно больше показывайте их людям. И со временем это дрожание, несомненно, пройдет. И скажите, когда вы занимались уличной магией, был ли у вас определенный тип людей, с которыми вы старались… Нет, к которым вы старались подходить, чтобы понимать, человек, возможно, отреагирует позитивно или негативно? Я понимаю, вопросы простые, и вам их задавали, возможно, много раз, но хотелось бы именно от вас услышать на них ответы. Когда вы подходите к людям на улице, здесь нужно руководствоваться только здравым смыслом и логикой. Если парень и девушка целенаправленно куда-то идут и при этом еще общаются, наверное, не стоит их перебивать, предлагая им показывать фокусы, потому что, скорее всего, они откажутся. Но если две подружки сидят, например, на скамейке и залипают в телефоны, явно у них закончились темы для беседы, и, возможно, они не откажутся от ваших фокусов, скорее всего. Также не забывайте о том, что и есть среди людей те, кому просто не нравятся фокусы. Ну, не нравится и все. Такие могут отказываться, и от этого никто не застрахован, и не стоит на них обижаться, и тем более обижаться на себя. Им просто не нравится. Поэтому, подходя к людям на улице, чтобы показать им какой-то фокус, руководствуйтесь здравым смыслом. Мы не должны людям мешать. Будете мешать, они будут отказываться. Почему вы занимаетесь именно фокусами, а не футболом или чем-то другим? Потому что фокусы я люблю больше, чем футбол или что-то другое. Что у тебя за кольцо? Вы, наверное, интересуетесь тем, что это у меня за перстень. Это обычное кольцо, оно мне очень понравилось, и я его купил. Купил я его в интернете. И это было очень давно. Также еще поступает ряд вопросов относительно того, сколько мне лет, как давно я начал заниматься фокусами и где я этому учился. Отвечу на них все сразу, прямо сейчас. Мне в настоящее время 26 лет. Начал заниматься фокусами, я в 22. Я нигде этому не учился, то есть я не заканчивал какие-то специальные учреждения. Я смотрел фокусников в интернете, именно тех, которые мне нравятся. Брал от них самое лучшее, применял это к себе. И вот как-то так. Такой шикарный контент. Почему так мало лайков и подписчиков? Друзья, я очень часто получаю этот комментарий. Мое мнение такое. Понятное дело, что то, что я делаю в интернете, оно интересно только узкоспециализированной группе людей, то есть тех людей, которые интересуются фокусами. Таких в русскоязычном ютюбе, как вы понимаете, не абсолютное большинство. Также стоит еще понимать, что если бы каждый человек, кто делает качественный контент без дополнительных денежных вложений в рекламу, выгружая ролик на ютюб, сразу же получал бы огромное количество просмотров, лайков и подписчиков, это было бы не совсем честно по отношению к тем людям на ютюбе, которые занимаются своими каналами годами. Так что всему свое время. Я сейчас пробую пальмирование, но карта не помещается, и карту видно. Может, есть какой-то другой вариант? Да, и других вариантов полно. К сожалению, у карты есть какой-то размер, и, конечно, если у тебя рука меньше, то карта не будет помещаться к тебе в руку, и будет заметно. Есть еще очень много других вариантов пальмирования, именно подходящие под такие ситуации. Мы обязательно обратимся к ним в будущем, сняв какой-то отдельный видеоролик. Немножко терпения. Очень много вопросов ко мне поступает под видео, типа «Топ-5 сменок» или «Мои любимые фокусы с кольцами», где я выкладываю ссылки на покупку этих фокусов, а не обучаю этим фокусам. Многие пишут, что там мы ждем от тебя не ссылок, а ждем именно обучений. Я понимаю, что большинство из вас, те, кто обучается фокусам на ютюбе, привыкли к халяве, будем честны. Но мое мнение, естественно, что мир магии, он не черно-белый, относительно обучения фокусам в интернете. Нельзя сказать, что обучать фокусам в интернете нельзя. Обучать можно и есть тонкая серая грань, по которой можно идти. И если я считаю, что я не имею ни морального, ни этического права обучать тому или иному фокусу, я этого делать не буду, уж извинить. Что ты можешь рассказать про дабл Дэвида Блейна? Если под словом «дабл» ты имеешь в виду технику под названием «двойной подъем», то, наверное, для некоторых подписчиков моего канала будет открытием, что этот двойной подъем, который чаще всего использует Дэвид Блейн, придумал не Дэвид Блейн. Автор этой техники – фокусник по имени Дерек Дингл. Так что правильно называть этот двойной подъем – двойной подъем Дерека Дингла, если уж вы хотите как-то его называть. Че, у тебя ни на одном видео нет дизлайков? Эта ситуация уже исправлена. Как побороть страх перед толпой? Я иногда показываю фокусы на улице или еще где, но как только собирается много людей, мне уже сложно держать себя в руках и всего трясет. Есть совет? Совет есть. Здесь нет никаких секретов. Если ты хочешь показать фокусы перед толпой, нужно показывать фокусы перед толпой. И как только она собирается, выталкивая себя из зоны комфорта, рискуй, иди в эту толпу и показывай им фокусы. И как можно быстрее ты начнешь это делать, как можно чаще ты будешь это делать, тем быстрее пропадет твой страх. И еще вопрос. Может ли... А, нет, стоп, это не то. А еще у меня такой вопрос. Бывают зрители, которые специально портят тебе представление, что можно с такими сделать, кроме как игнорировать или же просто уйти. Это отличный момент, чтобы поговорить о такой сложной теме, как негативный зритель. Лично я не люблю этот термин. Я не считаю, что среди моих зрителей есть те, кого можно назвать негативными. Но если в процессе вашего выступления находится человек среди ваших зрителей, который вам мешает, который вас перебивает, который пытается выхватить у вас реквизит или сделать все, чтобы ваше выступление пошло наперекосяк, проблему нужно искать. Не в нем, не в программе, не в своих фокусах, а в самом себе. Если воспитание этого человека позволяет ему вас перебивать или вам мешать, такое может случиться, например, на праздничных мероприятиях, где люди выпивают и в такие моменты контролировать себя могут не очень хорошо. От таких ситуаций никто не застрахован, но мы, как фокусники и артисты, можем эти ситуации свести к минимуму. Каким образом? Я вам попробую рассказать. Моя философия здесь очень простая. Ровно в такой же степени, какой вы работаете над своими фокусами и программой, нужно работать и над самим собой. Следите внимательно за своей осанкой, за подбородком, за голосом, за уверенностью в себе. Старайтесь быть максимально уверенным в своем материале, чтобы на сцене быть сконцентрированным только на выступлении и на взаимодействии со всеми зрителями. Очень важен внешний вид и физическое развитие. Иными словами, если вы здоровый бык, никто не захочет вам мешать. Ну а если все-таки такой человек появляется, ну, если он совсем уж прям неадекватен и все равно лезет и хочет вам помешать, то если вы находитесь на выступлении, стоит обратиться к организаторам или к ведущему, чтобы такого человека могли каким-нибудь образом утихомирить. В любом случае, все понимают приступы неадекватности и в такие моменты к вам не будет никаких вопросов. Все поймут эту ситуацию. Но для того, чтобы минимизировать эти все моменты, нужно три важных, три самых главных момента. Уверенность в себе, внешний вид и физическое развитие. Если вы будете уверенным в себе, физически развитым мужчиной, еще прекрасно выглядящим при этом, мало кто вам захочет мешать. Но бороться с этим можно, на самом деле, не очень большим количеством способов. Самый классный способ, который я использую чаще всего, это острить. На каждую фразу человека из зала, который хочет вам помешать, вы должны иметь в своем арсенале какие-нибудь шутки. То есть, условно, что-то вам сказали, вы что-нибудь ответили сразу же. И в такие моменты человек будет выставлен в дурном свете, над ним немножко все посмеются, и он поймет, что на каждую фразу, которую он захочет вам высказать в будущем, у вас уже заготовлен ответ, и лучше этого не делать. Также еще хороший способ борьбы с такими зрителями, это, ну, корень-то проблемы в чем? То есть, человек хочет привлечь к себе внимание, когда он высказывает что-то, выкрикивает из зрительного зала. Ему не хватает внимания, он хочет его к себе привлечь. И он не хочет, чтобы внимание было сконцентрировано только на вас. Поэтому дайте ему это внимание, вызовите его к себе, таким образом сделав его своим союзником. Когда человек находится рядом с вами, негативный, и к нему уже приковано внимание, ровно такое же, как и к вам, комары, то в таком случае вы заметите, как этот человек прямо на ваших глазах начнет меняться, и уже из вашего противника превратится в вашего союзника. Это очень классный способ, но он требует опыта общения с такими зрителями, да и вообще с людьми в целом. Поэтому с опытом вы можете его использовать. Не знаю, как создать программу, если я ни разу не видел полное выступление. Хочу стать профессионалом, но реквизит слишком дорогой для моего региона, где средняя заработная плата в месяц это около 200 долларов. Как лучше всего начать? С улицы или сразу в кафе пойти? У меня очень много вопросов. Если ты ни разу не видел выступление фокусника на каком-то мероприятии, и хочешь стать профессионалом, YouTube тебе в помощь. Заходи в раздел «Поиск», напиши там выступление фокусника на свадьбе или на корпоративе, ты найдешь там тонны видеоматериала, причем даже очень популярных фокусников, поэтому тебе прямая дорога туда. И когда ты увидишь, какие фокусы они там показывают, выберешь какие-то для себя, которые захочешь включить в свою программу, ты вдруг резко обнаружишь, что большинство из них не требует каких-то больших денежных вложений. А чаще всего вообще никаких вложений не требует, только усердия и твоей ловкости рук. Чего лучше начать с улицы или с ресторана? Начать лучше нужно с бесплатных выступлений. Улица подойдет идеально. Если есть какая-то площадка, то есть там может быть пешеходная улица или парк, в котором ты можешь собирать толпу вокруг себя, начинай оттуда, и именно там получай уверенность в себе при выступлении и оттачивай свой материал. Также еще подойдут хорошо благотворительные разные выступления. Найди какие-нибудь группы в социальных сетях твоего города, где разные волонтеры ездят по детским домам, показывая там разные шоу-программы. Вклинивайся в это, предлагай свои услуги, пусть ездит с ними вместе бесплатно. Как правило, дорога в такие моменты оплачивается. Либо берут тебя просто с собой, и ты едешь по путчикам, там выступаешь. В общем, это отличный способ набраться опыта выступлений. С опытом выступлений, когда ты увидишь, что людям нравится то, что ты делаешь, уже можешь попробовать работать за деньги. Ну и, конечно, ресторан с микромагией. Это очень хороший способ для того, чтобы начать работать профессионально, набираться опыта в работе с людьми, уже получая за это деньги. Поэтому да, ресторан это очень хорошо, но только после того, как ты пройдешь опыт таких выступлений. Улично, благотворительно, бесплатных. Как-то так. Работаю фокусником в баре. Твердо намерен стать профессиональным иллюзионистом. Двигаюсь только вперед. Вопросы есть такие. Что отличает рядовых иллюзионистов от известных? Рядовых иллюзионистов знает немного людей, известных знают все. Как продвинуться дальше, чем просто очередной волшебник в городе? Ну, здесь тебе, наверное, нужно делать примерно те же шаги, что и делают популярные иллюзионисты. Ну, скажем, Динамо. Его шоу показывали на, по-моему, Discovery или National Geographic, я точно не помню. Эти каналы смотрит практически весь мир. Дэвид Блэйн со своими спешлами рвет интернет, и пародия на него в свое время тоже разлетелась по всему интернету. У нас, соответственно, пародия была на его основное шоу, которое он делал на ABC. Дэвид Копперфилд проехал весь мир со своим шоу, по-моему, даже не один раз. Старайся делать примерно такие же шаги, исходя из своих возможностей. Попробуй что-нибудь сделать на телевидении. Хотя телевидение сейчас уже, конечно, отходит на второй план, но если тебе не нравится и не устраивает телевидение, можешь попробовать сделать какой-то проект в интернете. Какой-то именно развлекательный проект, настроенный не на направленный, не на узкую группу людей, интересующихся фокусами, а для всей широкой аудитории Ютуба. Иными словами, если ты хочешь стать известным иллюзионистом, нужно показывать фокусы как можно большему количеству людей. И чем большему количеству людей ты покажешь фокусы, тем популярнее ты будешь. И в таком случае тебя будут помнить не как рядового фокусника, а запомнят твое имя. И еще вопрос. Может ли Ютуб помочь в развитии и продвижении себя? И каким контентом должен быть наполнен канал для интереса зрителя, исключая всяческие обучения? Готовлю канал, пока есть идея делать видео в стиле красивых роликов, мотивирующих и загадочных, как, например, у Дэниела Мэдисон. Есть люди, которые делают развлекательный контент, есть те, которые делают образовательный контент. И если, например, ты чуть-чуть внимательнее посмотришь канал Дэниела Мэдисона и проанализируешь количество просмотров на его, ну, последних пусть 20 роликах, то ты резко обнаружишь, что его контент интересен только узкой группе людей, а именно его фанатов. Там, по-моему, просмотры измеряются тысячами, то есть там 5 тысяч, 6, 7, ну, около 10 примерно. И это ты имею в виду, что это западный Ютуб, аудитория которого намного-намного шире, чем русскоязычный Ютуб. И теперь попробуй примерно представить, сколько просмотров будет на твоих роликах, если ты тоже собрался делать, что ты такое темно-черно-бело, загадочно-мистическо-мотивирующая. Для того, чтобы твои мысли были интересны людям, ты должен из себя что-то представлять. Если ты, условно, в настоящее время из себя еще ничего пока не представляешь, то и мысли твои ничем не подкреплены, не подкреплены никаким делом, нет никаких доказательств, что то, что ты говоришь, это действительно так. Ты просто выражаешь свое мнение, и, ну, может так оказаться, что твое мнение будет не каждому интересным далеко. Поэтому, если твой контент не обучательно-познавательный, а развлекательный, или, как ты написал, мотивирующий и загадочный, ну, тут тебе нужно очень сильно будет постараться, над качеством этого контента и над его содержанием, чтобы он действительно мотивировал и был загадочным. Обязательно нужна сценическая магия в программе, или можно без нее. Я хочу стать профессиональным иллюзионистом. Можно и без сценической магии. Некоторые иллюзионисты позиционируют себя исключительно как микромаги, показывая фокусы на близком расстоянии. Ты можешь сделать точно так же. Если у тебя лучше всего получается делать фокусы именно вблизи, и они тебе нравятся, просто ты их любишь больше, чем сценическую магию, пожалуйста, делай исключительно микромагию и продавай себя, позиционируя исключительно в этом ключе. Первое время я так делал когда-то давно, я был исключительно микромагом и чувствовал себя абсолютно прекрасно. Есть огромное количество мероприятий, на которых нужны именно такие услуги. Так что ты не пропадешь. Можно начинать и без сценической магии. Что ж, друзья, на этом все вопросы закончились. Как вы видите, я с огромным удовольствием могу и хочу на них отвечать, поэтому смело оставляйте мне ваши вопросы в комментариях под видео, также пишите в отдельное обсуждение, которое сейчас есть в группе ВКонтакте. Ну, а если вам понравилось это видео и оказалось полезным, нажмите на соответствующую кнопку под роликом. Рассказывайте об этом видео вашим друзьям, подписывайтесь на канал, и мы обязательно увидимся с вами, ну, вы знаете, когда в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok